Во вторник 21 июня в правительстве Тверской области состоялось заседание, на котором обсудили региональную программу капитального ремонта многоквартирных домов за 2021 год. Региональные власти оценили итоги исполнения поставленных задач по капремонту на территории Верхневолжья, а также обозначили направление работы на текущий год. Подробности у Натальи Чекет. За прошлый год в Тверской области отремонтировано 339 многоквартирных домов. Свои жилищные условия улучшили почти 35 тысяч человек. В частности, ремонтировали крыши и фасады домов, меняли лифты, где это необходимо, обновляли внутридомовые инженерные системы. Муниципальными образованиями, где на 100% выполнили капремонт жилого фонда, стали Максат, Тихинский, Лесной и Торжокский районы, а также Удомельский и Оленинский округа. Наши юго-западные районы очень хорошо справляются с этой программой ремонтов на своем муниципальном уровне. Поэтому сейчас мы более внимательно изучаем этот опыт. Буквально в течение нескольких недель мы примем решение и предоставим возможность главам муниципальных образований выбрать. Если они хотят сами администрировать процесс капитального ремонта многоквартирных домов, то такую возможность мы им предоставим. Дополнительно в краткосрочный план капитального ремонта на текущий год включено 48 жилых домов в Твери, Ржеве, Конакове, Торжке, Зубцове, Санковском, Бежицком и Спировском районах. Так, один из домов, который включили в план – дом Ворошиловских стрелков, который находится на набережной Степаны Разина в Твери. Здание построено в 1935 году по проекту архитектора Анферова. Это памятник архитектуры сталинской эпохи. Мы проведем за счет области капитальный ремонт дома Ворошиловских стрелков. Место знаковое, самое видовое, поэтому должны все сделать до сентября месяца. Во время заседания губернатор обозначил, что одна из важнейших задач при проведении капремонта – это вовлечение местных предпринимателей, которые занимаются этим ремонтом в прямые договорные отношения и конкурентные процедуры. Также на заседании внесли предложение по тому, как сделать проведение капитального ремонта более эффективным. Одно из них – создать в фонде капитального ремонта «Горячую линию», по которой со своими вопросами могли бы обращаться жители региона. Всего в плане с 2020 по 2022 год значится ремонт в 1255 домах. Сроки реализации близки.